Приветищи! Мы вновь с тобой на маленькой планете. Пока мы занимались своими делами, к нам вновь прилетела Мун. Дав ей добро на приземление, она наконец-таки села на нашу маленькую планету. Мун сообщает нам о том, что нашей планетой заинтересовался межзвездный патруль, и в честь этого нам дают сенсор для сбора данных о нашей планете. Также мы выясняем, что этот сенсор время от времени нужно будет подзаряжать. Ну а пока сенсор сканируют, мы занимаемся нашими фермерскими делами. Ночью к нам прилетает еще один неопознанный объект. Идем знакомиться. Выясняем, что на этой рухляте прилетел к нам волшебник по имени Лок. И, ко всему прочему, оказывается, что он еще и торговец. Пока я общался с нашим новым гостем, сенсор очень громко орал. Его нужно было подзарядить. Зарядить сенсор оказалось очень просто. Нужно было пару раз молотком ударить по нему. Вот бы все так заряжалось. Вернувшись обратно к кораблю, Лок предложил мне что-нибудь у него купить. Но денег у меня совсем не было. Тогда я решил продать ему какой-нибудь хлам. И вот, наконец-то, у меня появились первые деньги. Благодаря торговле. И в самом конце дядюшка Лок подарил нам рецепт ткани. Но взамен он попросил, чтобы мы шили для него какое-нибудь красивое полотно. Которым бы он смог украсить свой летающий аппарат. Настал рассвет и к нам в гости залетает новый неопознанный летающий объект. Ну что ж, разрешим ему посадку и пойдем знакомиться. Оказалось, что на нашу маленькую планету залетел повар. Которого зовут Брам. Брам, повар Куида, широко известный в этой галактике. Что такое Куида, даже не спрашиваю, я не вникал. Брам предлагает нам сделку. Ему необходима рыба для новых вкусных блюд. А поскольку на нашей планете есть озеро, Брам дарит нам удочку. Точнее, рецепт на удочку. Но, как понятное дело, взамен он просит принести ему пару рыбек. Выясняем, что для нашей удочки нужны нитки. А еще у нас дико орет сенсор, который нужно подзарядить. Чтобы получить нитки, нам необходимо посадить хлопок. Из которого мы в дальнейшем получим не только нитки, но и сможем сделать для дядюшки Лока ткань. Наступила ночь, и я пошел собирать грибы. Ну, когда же их еще собирать, как не ночью? Ну и ночью, мне их не дали пособирать. На нас, как обычно, напали. Но в этот раз это были не слизни, а летающие кошки. Победив кошачьих, к нам прилетает Мун за своим сенсором, который собрал все данные с нашей планеты. А вот и хлопок поспел. Ну, наконец-то, я смогу сделать себе удочку. Ну, не все так просто. Чтобы получить нитки, мне нужна мастерская. А в палатке мастерской нету. Поэтому придется построить себе нормальный дом. Все материалы собраны. Теперь можно строить дом. Построив домик, я открыл новый рецепт на молоток, бутылку, нитки. То, ради чего мне пришлось распрощаться со своей старенькой палаткой. Но, в любом случае, дом это намного круче, чем палатка. Зайдя в дом, я сразу полез в мастерскую. Смотреть, что же нужно для ниток. Оказалось, там всего нужно два хлопка. Ну, я эти нитки сразу и начал делать. Наступила ночь. Я решил сделать себе факел. Давно о нем мечтал, но все никак руки не доходили. Палка есть. Осталось ее только поджечь. Сейчас этим и займемся. Сила огня, как сказал юный принц. О, шишка упала. Надо ее подобрать. Опс. Эээ. Эээ, случайно дерево поджег. Воу, оно сгорело и бревна дало. Так это даже лучше, чем рубить его. Ну-ка еще подожгу одно дерево. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Роскошно. О, этот, как он там, лягуха прилетела. Прикол весь в том, что я еще рыбы-то не поймал. Мне ему давать нечего. Поэтому сейчас хлопок соберу. Пойду ниточек наделаю. И уточку... Уточку. Хе. Удочку соберу. Но нужно не забывать, что нам еще из хлопка нужно полотно сделать для нашего дядюшки Лока. Поэтому я хлопок заново посадил. И водичкой залил. А на утро все собрал. Но пока собирал. Тут нагрянули метеориты. Начали падать они на мою маленькую землю. Пришлось уворачиваться, чтобы метеорит в дом не попал. Надо бы его разломить. Посмотреть, что это там. Ничего. Одни кристаллы. Итак, хлопка полный карманы. Идем в мастерскую. Чудить... Вначале сделаем ниточки. А теперь сделаем ткань. Ну и конечно же удочку. Сейчас с тобой порыбачим рыбеху. Такую вылоим. Прямо красящий. Этого. Язи. Язи сейчас поймаем. Во. Так. Как рыбачить-то? Приманка вроде есть. Один червяк. О. Дядюшка Лок прилетел. Но он как всегда не вовремя. Ладно. Забьем на него. Вначале порыбачим. Потом к нему подойдем. Оказалось, что рыбачить здесь непросто. Нужно взять и потащить приманку к рту рыбы. И как только она приманку сцапает, нужно удочку как дернуть. Короче, у меня так пару раз рыба сорвалась. Всю приманку израсходовал. Но на последнюю приманку я все-таки поймал окуня. И это было так здорово. Рыбалка это, короче, очень круто. Только вот приманок у меня больше не осталось. Прилетел Брам. Рыбу мы как раз уже словили к этому моменту. Рыба, между прочим, лучшего качества. Брам был в шоке, что она такая свежая. Интересно, из чего же он раньше супы готовил? Из тухлятины, что ли? В общем, после долгих переговоров, Брам мне дал еще один рецепт на заборы. Мол, нужно защищать свой огород. Ведь у тебя здесь много всяких монстров бродит. И, кстати, поторговавшись с Брамом, я купил у него парочку червей для рыбалки. Пошел строить заборы по указке Брама. После работы можно передохнуть. Ну, то есть порыбачить. Порыбачил я удачненько. Всю рыбу из озера выловил. Даже ничего и не осталось. Но недолго я радовался. На меня напали огроменные осы. Или это шершни? Прилетел дядюшка Лок. Я ему, между прочим, полотно зашил. Надо бы показать. Полотно ему мое понравилось. Ну, а я не стал останавливаться на маленькой избушке и решил еще себе и кухню приделать. Поэтому у меня теперь есть пекарня, где я могу делать себе хлеб. А также круассаны. Прям такие настоящие французские. Ну, еще в придачу я научился делать веревки. Вот такой вот у меня теперь домик. Снова залетел к нам в гости дядюшка Лок. Дядюшка Лок поделился с нами открытием. Он открыл изумительное зелье. Но не хватает, правда, одного ингредиента. И это сок тыквы, но не простой. Тыкву нужно вырастить огроменную. И лишь знающие люди могут ее вырастить. И дядюшка Лок один из таких. В общем, нужно тыкву посадить ночью, чтобы на нее попал луч света лунного. И тогда тыква вырастет огроменной. И сок у нее будет необыкновенный. Ну и побежал я в огород, пока еще ночь тыкву сажать. Посадил, доволен. Посмотрел на небо, увидел луну. Свет вроде бы падал. Все как должно быть. Ну ладно, раз все по плану, пойду-ка я посплю. Тыкву. 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 Субтитры сделал DimaTorzok